На прошлой неделе на базе Мозорского пограничного отряда состоялись два состязания по практической стрельбе. В начале 22 июня турнир среди руководителей правоохранительных ведомств. После 23-24 июня соревнования Гомельско-областной организационной структуры. Данный вид является служебным прикладным видом спорта. Это практическая стрельба. Проводится она ежегодно в виде карабин и вид пистолет. Сегодня проводится первый этап в виде пистолет. Участники проходят дистанцию, поражая мишени в необходимых условиях, осложненных выступами и в определенных положениях лежа, стоя, с колена. Чемпионат проводился среди представителей всех силовых структур Гомельско-области. А именно управление внутренних дел, отряда милиции особого назначения, следственного комитета, комитета судебных экспертиз, департаменты исполнения наказаний, внутренних войск, пограничные службы и областного управления департамента охраны. Ну, я не впервые участвую уже в таком виде спорта, как тактическая, практическая стрельба. Это очень интересно, это захватывающе, это хороший навык, ну, как для сотрудника. И вообще, стрельба всегда была интересным занятием. Практическая стрельба – это не только интересный и не столько интересный вид спорта для сотрудников силовых ведомств. Владение оружием, хорошая стрельба просто необходима, а порой и жизненно важна для четкого исполнения своих профессиональных обязанностей участников этих соревнований. И, кстати, способность точно стрелять – это природный дар или результат тренировочного труда? В связи со своей практической деятельностью стрельбы провожу и тренируюсь с практическим выполнением раз в месяц, не реже. Ну, и холостая стрельба – это залог успеха. Она проводится в любое свободное время, можно использовать подручные предметы, ориентированно мячаешь в себе, вскидываешься, изготавливаешься и получаешь результат на соревнования. И стрельба – это дар или нет? Скорее всего, это навык, который нарабатывается упорным трюдом. Отметив судейскую коллегию, во главе с Сергеем Анатольевичем Сагановым скажем, что в первом туре победу одержала команда Калиньковичского отдела департамента охраны, за которым остался и личный зачет Олег Мещенко. Второй вид программы – дольная стрельба, и здесь уже представитель Калиньковичского РОВД Андрей Чопчиц был лучшим. Что до оплосного тура, который вы видите на своих экранах, то тут Александр Гапонов, Виктор Ряков и с отрядами лица особого назначения показали лучший результат в первом виде, состоящем из трех упражнений и дольной стрельбе. Соответственно, неудивительно, что и в командной борьбе ОМОН был лучшим, опередив дружины, занявшие второе и третье места управления внутренних дел и Гомельского областного управления департамента охраны. Субтитры создавал DimaTorzok